Два гигантских спасателя. Сент-Бернар против Ньюфаундленда. Кто победит? Ньюфаундленд. Собака-водолаз. Порода Ньюфаундленд относится к гигантским породам. Она имеет большие размеры, глубокую широкую грудную клетку, мощное мускулистое телосложение. Конечности по отношению к телу короткие, хвост длинный и пушистый, голова большая, морда квадратная, уши свисают по бокам головы, шерсть длинная. Характер спокойный и уравновешенный, а водолазами их называют, потому что увидев тонущего, они не раздумывая поплывут спасать. Сент-Бернар. Сент-Бернары это очень мощные собаки, которые как и Ньюфаундленд относятся к гигантским. Однако в отличие от соперника, Сент-Бернары еще и неплохие охранники, но все же их спасательные способности лучше. Собаки породы Сент-Бернар очень умны и выносливы. Они имеют крупное мускулистое телосложение, длинные сильные конечности и голову огромных размеров. Шерсть может быть как короткой, так и длинной. Как я уже говорил, эта собака-гигант, но несмотря на такие устрашающие габариты, Сент-Бернар обладает весьма спокойным и уравновешенным характером. Рост. Рост Сент-Бернара 80 см. Рост Ньюфаундленда 70 см. Вес. Вес Сент-Бернара 100 кг. Вес Ньюфаундленда 70 кг. Продолжительность жизни. Сент-Бернар в среднем живет 11 лет. Ньюфаундленд 10 лет. Происхождение. Сент-Бернар родом из Швейцарии. Ньюфаундленд родом из Канады. Агрессивность. Ньюфаундленд агрессивнее. Активность. Сент-Бернар активнее. Дрессировка. Ньюфаундленд поддается дрессировке легче. Дружелюбность. Сент-Бернар дружелюбнее. Здоровье. Сент-Бернар здоровее. Интеллект. Сент-Бернар умнее. Итак, в итоге получается, что Сент-Бернар превосходит Ньюфаундленда в следующем. Он выше, массивнее, живет дольше, активнее, дружелюбнее, здоровее и умнее. Ньюфаундленд в свою очередь агрессивнее и легче дрессируется. И учитывая все вышесказанное, считаю, что Сент-Бернар превосходит Ньюфаунда по всем параметрам процентов так на 70.